Сначала отрезок 0.1, непрерывная функция, и посмотрим, как выглядит график. Понятно, что график функции начинается не ниже, чем 0, просто потому что ниже не бывает у нас. Все значения функции принимаются на 300.1, да, все значения лежат здесь. И с другой стороны, в единице значения, наоборот, меньше. Согласны? Что это означает? Это означает, что когда мы берем f от 0 минус 0, то это будет неотрицательная величина. А f от единицы минус единица будет величина, наоборот, неположительная. То это означает, что если мы рассмотрим функцию f от x минус x, то обязательно в какой-то точке она будет равна нулю. Потому что как разность двух непрерывных функций, она непрерывная, и выполняются вот такие неравенства. Согласны? Называется, кстати, как называть теорема, что если функция была где-то больше или равна нуля, а потом стала меньше, она дает? Теорема с промежуточным значением. Теорема с промежуточным значением. Первое, что мы сегодня сделаем, это окажем такую теоремию. Если на некотором отрезке имеется функция, которая принимает на нем и отрицательное. Понятно, что если здесь равно нулю, то уже все, уже x равно нулю гадится. Так вот, которая принимает и отрицательное, и положительное значение, то на этом отрестии существует точка, в котором эта функция равна нулю. Физик сказал бы вам, что это вообще не нуждается в доказательстве. Потому что действительно, если у нас есть график функции определенного какого-то отрестия, давайте, не обязательно на 0,1, совершенно неважно какой отрестие, которая, скажем, началась в положительное, вот давайте, f от а положительное, а закончилась в отрицательной области. И дальше непрерывная функция. То любой физик вам скажет, ну понятно, не для же формата. Нельзя, а как это доказать? Да? Это зависит от этого пополам. Нет, ну не надо, конечно, а один из способов, да пожалуйста. Мы смотрим значение функции в этой точке. Если оно нулевое, значит, все хорошо, мы нашли такую точку. Если оно не нулевое, ну, пусть для определенности оно положительное. Дальше мы рассматриваем вот такой вот отрезок. На нем, значит, в одном конце у нас значение функции положительное, опять на другом отрицательное. Делим теперь его пополам. Там рассматриваем значение функции в этой точке. Опять же, если нулевое, все хорошо. Если не нулевое, то оно либо положительное, либо отрицательное. Из вот этих двух отрезков выбираем тот, у кого значение функции в концерте разного знака. Все время следим, чтобы значения функции были разного знака, да? Вот, значит, либо этот процесс у нас когда-нибудь закончится, если будет... И мы просто видишь, найдем эту точку. Либо он будет бесконечным. Тогда у нас будет бесконечная система, вложенная друг в друга отрезков. И длина каждого следующего два раза меньше, чем длина предыдущего. Значит, у них всех будет общая точка. Это основные принципы, анализы, да? Теорема вложенных отрезков. Если у нас есть последовательность вложенных отрезков, то существует общая для всех точка, да? Вот такая точка. Допустим, что у нас есть значение функции неналевое, пусть для определенности оно положительное. Тогда заметим, что в некоторой окрестности все значения тоже будут тогда положительные. По определению непрерывной функции. Но с другой стороны у нас... Так, так, так. Несколько человек немножко так смотрели, потому что они не помнят определение непрерывной функции. Такая функция, что если взять любую точку и любую ее окрестность по оси y, то можно найти такую окрестность по оси x, что вся функция неналевая. Я считаю, что это такой прямой угольчик. То есть, какое бы дельта... Что все значения... Хорошо, все. Значит, с этой теорией вы получите. Спасибо. Нет, ну, в смысле... Ну, из-за этого понятно, как это сказать. Противоречие получилось. Можно взять вот такую вот окрестность маленькую, чтобы 0 в нее не входило. Значит, там все будет положительным для некоторой. Очень маленькая окрестность. Ну, все. А один из отрезков провалится вот в окрестницу шаги. Да, нет. Сосот, можешь еще раз? Последний шаг, да? Итак, мы найдем около этой точки окрестность по игре, чтобы не входит 0. Вот. Найдется такая окрестность по ИСУ, что все значения функции в этой окрестности лягут вот в эту окрестность по ИКУ выбранную. Тогда они все будут положительные, раз туда номер не входило, наше изначально было положительное. Вот. А раз они все будут положительные, то мы получаем противоречия в следующем окрестности. Вот. Вот все положительные, и вот наша отрезность. Но какой-то отрезок у нас имел длину меньше, чем разница отрезности. Да, и он по квадратности. Конечно, полностью позиционально. Мы знаем, что один из концов был положительный, другой отрицательный. Спасибо. Все, что противоречие. На самом деле, конечно, можно было эту теорему доказывать, и не так. Можно было сослаться на понятие связное множество. На самом деле, если вы вспомните, у нас было такое понятие связное множество. Это то, которое нельзя разбить на два непустых и открытых в этом множестве подможества. Дело в том, что если у вас нет ни одного значения, равного нулю, то все значения функции четко разбиваются на положительное и отрицательное. И, соответственно, вы можете посмотреть множество тех иксов, для которых значение функции положительное. Это будет некоторое открытое подмножество на вещественной оси. И можете посмотреть на множество тех икс, для которых значение функции отрицательное. Это тоже будет открытое. Вот вам получается разбиение отрезка на два непересекающихся, открытых, непустых множества. Поскольку отрезок связан, то это невозможно.